Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советую это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Starstable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Данали. Сегодня у нас очередное видео-покупочка лошади подписчикам. Узнаем, что же за персонаж, какие лошадки есть на конюшне, ну и подберем ему новую лошадку. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Персонаж Мари Мидулли. Очень интересная фамилия, мне она безумно понравилась и заставила улыбаться. Такое интересное сочетание. И с первого раза даже можно запутаться в буквах, потому что 2D, 2L и 2I в конце. Но читается все очень просто. Мидулли. Так что очень интересно, как человек вообще пришел к выбору такой фамилии. Сегодня мы Мари покупаем новую лошадку. И сейчас мы вначале познакомимся с ее конюшенькой, познакомимся непосредственно с персонажем. Посмотрим на масти, какие преобладают. И будем уже думать и гадать, кого ей покупать. Когда Мари исполнился один годик, то бабушка с дедушкой подарили ей маленькую лошадку-качалку. И вначале она ее очень боялась, но потом привыкла и начала мысленно скакать на ней, как на настоящей лошади. Когда же Мари исполнилось 5 лет, то лошадка стала ей мала, но ей не перестала нравиться тема конного спорта. И вот она попросила свою маму записать ее на конный спорт. И вот начинается новый учебный год. Мари поступает в школу и впервые приходит на тренировку по верховой езде в центре конного спорта на Юрвике. Мари очень понравилось ее первое занятие, и она стала все больше и больше, все усерднее и усерднее тренироваться. Когда Мари было 11, она уже очень уверенно сидела в седле и ездила езды по выездке. Но Мари всегда больше хотела просто и непринужденно скакать по полю. И вот когда Мари уже исполнилось 16 лет, она сказала спорту нет и выбрала свободу. Купила свою первую лошадь, могучую фею, которая была ее лучшей подругой. Она спасала всех лошадей с бойни, выхаживала их, и вот теперь все ее лошадки это лучшие и преданные друзья для Мари. Вот такая вот интересная история, связанная с желанием развиваться именно в верховой езде, но при этом не связав свою жизнь с конным спортом, но связав ее со спасением лошадок. Давайте посмотрим, какие лошадки у нее есть в конюшне, и заодно найдем ту самую могучую фею. Мне кажется, это должна быть началочка, что-то у меня такое предчувствие, но что-то я пока ее не нахожу. Видимо, может быть и не началочка. А, нет, да-да-да, вот она, началочка, чистокровная юрекская лошадка, могучая фея. Кстати, очень интересной масти, я такую масть редко вижу в игре. У Мари чуть больше, чем две страницы, но в общей сумме, наверное, две с половиной страниц лошадок. Больше всего преобладают светлые масти, несколько вороных, несколько гнедых, скажем так, соловых. И по большей части все-таки лошади по светлой масти, даже если это какие-то игреневые или соловые, все равно как бы общее восприятие, что лошадки светлые. Есть несколько лошадок более старого поколения, такие как Беззаботный Ангел, это Фьорд, я не говорю, что это старое поколение, это первые лошадки третьего поколения, они все равно уже считаются относительно старичками. Юрвикская пони, волшебный андалуз, тинкеры даже есть, еще магический андалуз, есть даже старички, такие как Фриз, даже старый юрвикский пони. В общем, да, конюшня очень-очень такая уютненькая, вызывает чувства. Не знаю, у меня лично как будто бы английский чай с молоком, хотя я его в жизни пробовала один раз и мне не понравилось, но ощущение очень приятное, я скажу вам, вот, относительно этого персонажа. Так, ну кто бы тебе подошел, раз ты любишь чувство свободы, то в принципе спортивную засмотреть не обязательно, надо высмотреть лошадок, на которых этот персонаж действительно будет смотреться и по ощущениям восприниматься как действительно полное чувство свободы. Ну что ж, тогда сейчас зачитаем требования к покупке лошади и после этого я буду сидеть и думать, кого же ей покупать. Имя должно быть на английском языке, лошадка третьего поколения, будет рада абсолютно любому типажу. Запрещены к покупке кучерявая лошадь, андалуз, лузитана, клейдесдаль, канимара и первый пони Юрвика. Нужно купить недоуздок на мой выбор, подобрать снаряжение из шкафа и надеть его на лошадку. Или положить в рюкзак. Так, прическу мы выбираем какую угодно, вроде бы все, да, вроде бы все пунктики. Так что устраиваем мозговой штурм и решаем, каких же лошадей мы будем смотреть на покупку данному персонажу. Первая наша остановка это ранчо Старщайна, на котором есть две породы, даже ладно, три породы, которые меня очень-очень заинтересовали. Первыми мы посмотрим мустанга, вот такого вот салового мустанга с самой лохматой гривой, потому что я считаю у мустанга сейчас самый прекрасный карьер или же быстрый голубь, который и передает вот это чувство свободы, как в том самом мультике про спирита стареньком. Ну, вот не знаю, теперь у меня постоянная ассоциация свободы с мустангом, но и не только с мустангом. Все-таки ранчо Старщайна продает практически всех лошадей вестеранских, и они все как раз имеют при себе вот эту нотку свободы. Так что сюда мы ставим вот эту аполлузу, такой масти, с прической. Ну, давайте, допустим, вот этой последней для аполлузы. Вот сюда мы ставим еще одну аполлузу, только с вот этой стрижкой, наверное. С длинной или с косиной? Нет, нет, ну вообще не то. С длинной, вот так вот. Сюда мы ставим тоже сюда пейнтхорса, не аполлузу же, а пейнтхорса. Надо только посмотреть, какой мастер, потому что пейнтхорсы тоже обладают вот этим вот голубом, даже не карьером, а голубом и карьером, который передает чувство свободы. Ну, серьезно, раньше старщина продает всех таких лошадок, свободных и грациозных. Я не помню, есть ли у нее пейнтхорс со дня рождения Старстейбл Онлайн, но просто вот если бы он сейчас продавался, я бы без вопросов пошла покупать ей именно эту лошадь. Никого другого. А именно пейнтхорса дня рождения. Ну, а так, без этой лошади, наверное, я буду рассматривать. Ёлки, кого бы рассматривать? Вот, наверное, я бы поставила еще бы грозу из приложения. Но ее, опять же, она в приложении, она не здесь. А кого ставить тогда? Я что-то как-то не подумала об этом. На радостях-то побежала, а про масти даже не подумала. Ну, допустим, вот так вот. И вот сюда поставим еще одну масть, допустим. А она у нее уже есть. Сложно-то как. Ладно. Но все остальные масти мне не нравятся. Ну, значит, ладно. Значит, пока что обойдемся здесь точно. Больше никого не продают. Других я имею в виду. Квотор не рассматриваю. Вот если бы он был таким квотором, как в приложении, то тогда бы да. Но вот эта гиперопущенная шея меня всегда раздражает. Ну да, здесь больше никого и нет. Только вот эти вот четыре породы. Пейнт Хорса, Аполлуза, Квотора и Мустанги. Тогда давайте поставим вот сюда вот этого пейнта. А вот сюда мустанга. Чтобы проще было сравнивать и смотреть их между собой. Вот так вот поставим. Ой, знаете, а много-то как? Что-то прям как-то с размахом. Четыре лошади на рассмотрение. Я даже знать не знаю. А у нее Аполлуза хотя бы одна есть? По-моему, нету. По-моему, нету. Да, у нее нет ни одной Аполлузы. Только если я не знаю, которая Фурт Пинта. Но она тут не отображается. Из-за вот этих двух... Мне вот эта масть в принципе не нравится. Нет, может быть она мне и нравилась бы. Если бы не вот эта вот ее белоснежная... Как будто бы в муке моська. Так что рассматривать я буду вот эту. Ну и давайте, ладно, сделаем длинную гриву. Вот такие вот красавцы. Начнем с Пейнт Хорса. Нет. Вот сто процентов не то. Абсолютно не то. Мустанг. Вот прям... Да. Да, очень сильно. Да, мне кажется, очень сильно подходит. Но пока что просто думаем. А вот среди этих двух Аполлуз надо определиться, кого именно. Мне кажется, они обе ей подходят. Но это надо посмотреть и подумать. Но, человек, хозяин аккаунта, хозяин Мэри, я тебе говорю. Если будет на дне рождения вновь тот самый белосоловый Пейнт Хорс, мне кажется, он тебе очень сильно подходит. А вот, кстати, а вот это вот красавица. Так, кстати, да, красавица. Хочу кобылу. Я хочу купить кобылочку. Мне кажется, она подходит ей больше, чем вот это. У тебя какая грива? Эта грива. А если мы тебе другую гриву сделаем? Вот эту. Ну, дюйм, дюйм. Аполлузы, в принципе, очень такие милые. Милые лошадки. Удивляюсь, что у меня до сих пор нет ни одной Аполлузы на основном аккаунте. Только магик. Один. А нет, не один. Магик и магики рыбки. Три Аполлузы магические. И ни одной обычной. Надо исправляться. А вот это, кстати, вот прям вот что-то в ней такое есть. Особенно вот к этому сету, в котором сейчас персонаж. Так, давайте посмотрим анимацию. Значит, такой шаг. Очень пружинный, но мягкий. Рысь. Манежный. Голоп. И быстрый голоп, то бишь карьер. Также у нас есть особый шаг. Особая анимация на шифте. На пробеле у нас ничего нет. А можно что-то смешанное между тобой и тобой? Можно ты будешь темненькой, как она, но пятнышками, как ты? Ну, прям, не знаю, разрывая что-то. Вот, ну, была бы она чуть потемнее, как вон та. Ну, прям, я, я не знаю. Я не знаю. Тут еще кто-нибудь есть? Так, этот... Нет, 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 нет. Да нет, выбора-то нет, нет. Так, верните. Верните мне, пожалуйста, тех, кого я смотрела. Вот эти масти. Ну, почему ты мне не нравишься сейчас? С одной стороны, вот, вот, вроде бы, вы можете сказать, да смотрятся они хорошо, сочетаются, бери. Нет, вот, в моем понимании не то. А вот эта лошадка, что же в тебе сейчас такого для меня магического, что мне прям очень ты нравишься? Так, ладно, давайте я еще посижу, подумаю. В общем, мы поняли, что сейчас у меня осталась вот эта вот Аполлуза на выбор и вот этот вот Мустанг. Ну, просто Мустанг у нее уже есть, а тут как бы Аполлуза, которая у меня очень сердечко запала. У меня еще розовый носик. У меня розовый носик, и у меня сердечко, можно сказать, кривое на лобике. А почему нет, а? Так, ладно, Даша, спокойно, надо подумать, какие еще породы могут ей подойти. От самого Ярхейма мне пришлось добираться пешком, потому что у этого человека нету коневозки до фермы Голдспор. И вот здесь продаются Пентабианы. Не арабы, а именно Пентабианы. Меня больше всего интересуют. Давайте посмотрим, может быть, какой-то из них мне понравится на этого персонажа. Потому что у арабской модели, ну, потому что у Пентабианов и арабов одна и та же модель, это арабы, очень красивые аллюры, и опять же тоже чувство свободы, только, наверное, уже в стилистике аравийских свободных пустынь, просторов, по которым тоже можно носиться. Так, а вот тут-то... Почему у нас нету лошадок из приложения в игре? Может быть, кому-то хочется покачать их с первого уровня? Так, ну, получается, две масти мне тут всего лишь нравятся. А если еще смотреть из арабов обычных... Наверное, как раз-таки вот этот. Пусть тут постоит. Так, ну, кстати, вот, может быть, ты бы и подошел. Так, а вот тут саловы? Нет, что-то не то. О-о-о! Как интересно! Ой, да это вот прям очень интересно, когда персонажу подходит очень много лошадей. С одной стороны, это усложняет мне работу с покупки лошади, а с другой стороны, как бы это так классно, что вот столько лошадок, и все подходят. С каждой из этих лошадей с каждой из этих лошадей персонаж смотрится просто вау. Так, ну, давай посмотрим. Анимацию, шаг, рысь. То есть, да, голуб и гарьер тоже. Такой весь из себя свободный, просторный. А, я не знаю, кого покупать! Это прям очень-очень сложно. Так, а ты? Нажмись, пожалуйста. Так, шаг, рысь, манежный, голуб и гарьер. Вот, знаете, жалко, кстати, что нельзя крутить лошадей на месте. Я бы боком их поставила. Ой, я не знаю! Это так сложно! Мне нравится. И вот этот араб, как с ней смотрится. И как... Ну, петебян, вернее. Как вот этот араб с ней сочетается. Мне тоже очень-очень сильно нравится. Кого же я выберу? Это прям очень-очень сложно! Помогите! Ой, ну что ж, надеюсь, я не пожалею об этом выборе, но очень-очень долго, ходя из угла в угол, я решила купить ей вот эту Аполлузу. Прям очень сильно я ее хочу. Да, она вот даже в мою сторону смотрит. Прям очень сильно я ее захотела. Мне кажется, они составят идеальный свободный дуэт. Потому что... Я не знаю. Я не знаю, почему так, зачем, что за эмоция, какая аура у этой лошади сейчас, что меня прям к ней тянет, с этого персонажа. Надо только определиться с прической. Ну, наверное, вот эта вот распущенная, самая такая длинная грива, челочка еще прямая. Я уверена, что я вот ее куплю ее, найду подходящий сет в шкафу, и все. И она заиграет еще более яркими красками. Так что мы переходим на англоязычную версию, и покупаем эту лошадь. Вот мы и вернулись уже на англоязычную версию. И теперь делаем все необходимое для ее покупки. Гриба длинная, масть нужная, 919 SK. Это будет взрослая кобыла. А вот как тебя назвать-то? Сейчас надо подумать. В общем, я не знаю как. Я очень долго думала. Было несколько варианций. Но итог. Это имя Sunset Pie. Именно в английском языке. То есть я сейчас это имя делала не с переводом как бы, ну в смысле не основываясь на перевод. Так-то перевод, конечно же, это закатный пирог. Но это кобылка. И пусть она будет Sunset Pie. Прям очень мне нравится. Она такая вся тепленькая, но при этом мягкая, как самый вкусный пирожочек. Ну не знаю, такая булочка прям хорошенькая. Такая вся прям ламповая, уютненькая. Но при этом за счет того, что это Аполлуза, то есть такая порода и анимации, которые передают на карьеры дух свободы. Почему бы как бы не назвать ее? Sunset Pie. Вот, надеюсь, это имя понравится хозяйке. Итак, ну что ж, Аполлуза. Третье его поколение. Взрослая кобыла. Sunset Pie. Ой, мне прям очень сильно нравится. Так, покупаем. Да-да-да. Так, прическа. Подождите, прическа. Да, прическа. Да, все то. Да. Sunset Pie. Ладно. Ладно-ладно-ладно-ладно. Покупаем. Она спит. Соня такая деловита. У тебя зима. Ну прям... Какие вы милашки. Ну, посмотрите, какая она хорошенькая. Соня. Так, отправляем в конюшню. Ой, у меня аж скулы свело. Слеза счастья проступила. Так, Марии, мы поздравляем вас с покупочкой. Новые лошадки. Только что мы отправляемся к вам на конюшню. И идем знакомиться, встречать Sunset Pie. Очень прям... Мне очень нравится. Я уже жажду заглянуть в шкаф к этому персонажу. Найти подходящую, идеальную просто амуницию для новой лошади. Чтобы после как бы уже целого комплекта, который мы на нее соберем... Ой, прям интересно, как она будет выглядеть. О, кстати, да, у нас есть араб. Я забыла, что он на нее есть. Так, вот, Sunset Pie. Давайте мы поставим ее вместо... Ну, давайте вместо араба мы ее поставим. Сюда. Привет. Привет. Ты же такая сонная. Ну, прям спит без конца. Да, здравствуйте. Так, садимся. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. О, боже мой. Ну, как это можно было не полюбить вот эту вот лошадку? Так, теперь мы, значит, ныряем с головой в шкаф и ищем подходящий сет на лошадку и персонажа. Я очень долго смотрела и пыталась подобрать другую кофточку. Но нет, все-таки вот эта платьица прям... Его пока ничем нельзя заменить. И как же классно они выглядят Я прям не могу Просто очень-очень классненько Прям вот слов нет Насколько они хорошо смотрятся Я взяла вальтрап Седло и уздечко Это у нас один комплект Нагавки надевать не стала И я одела ей перышко Так что предлагаю отправиться в одну локацию В которой можно очень хорошо прочувствовать Дух свободы Конечно же на южное копыто Мы приехали чтобы посмотреть Как они смотрятся На полной свободе Скажем так Но к сожалению Так как я оставляю право первого ухода За хозяевами аккаунтов То я не могу скакать карьером И я очень-очень сильно расстроилась Из-за этого Потому что хотелось бы помчаться Чтобы грива прям парила на ветру Хвост тоже легонечко так развивался Но нет Единственное на что я сейчас могу рассчитывать Это на голоп А так очень мне нравится Как получилось О господи Лошади Дикие лошади Смотрите как вовремя Наверное сама судьба почувствовала Что здесь человек любящий свободу Прям идеально для этого кадра Мне нравится как они сочетаются Что нашелся Это подходящий сет По моему мнению Для этой лошади С этим персонажем Прекрасно смотрится Я надеюсь Хозяйке очень понравится Мой выбор Это лошадка Sunset Pie У них в будущем Будет очень много тренировочек Прогулочек Прогулочек Работы Ну и просто Совместного отдыха На свободных просторах Юрвика Хотя их здесь по факту Не так мало Но хотя бы тот самый Полуостров Южного Копыта Нас спасает Пожалуй это единственная локация В которой действительно Очень много свободного пространства Так что на этом все Покупочка подошла к концу Спасибо что посмотрели ее Ставьте лайки И пишите комментарии Как вам данная лошадка Сочетается ли она По вашему мнению С этим персонажем Отзыв от хозяйки аккаунта Будет самым первым Закрепленным комментарием Под этим видео Так что Идите и читайте Ну а на этом все И я с вами прощаюсь Не забывайте тренировать Своих лошадок Чистить их А также угощать морковкой Всем пока Удачи вам Ну и до встречи В следующем видео Ой ну боже мой Ну как они классно смотрятся Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»